В этом зале 500 мест и все они заняты зрителями разных возрастов, профессий и статусов. На сцене сменяют друг друга все творческие коллективы Центра культурного развития «Строитель». Собранные средства направят на поддержку наших бойцов. Равнодушных нет. Почему не остался в стороне? Потому что хотел все-таки пожелать поддержки военным. В ноябре помогали разгружать гуманитарную помощь, которая привозилась. Собирали гуманитарную помощь. Я сам лично ее потом относил, покупал. Всей семьей собираем разные гуманитарную помощь, теплые вещи, денежные переводы тоже делаем. Мы ждем наших ребят. Хотим, чтобы они вернулись все здоровые. Очень хотелось бы, чтобы они вернулись в ближайшее время. Это третий подобный концерт. Первые два организовал губкинский союз матерей, в этот раз десантники. Этот концерт, прежде всего, дает понять тем ребятам, которые там, что мы вместе с ними. Только с Губкина ушло больше 300 человек мобилизованных. А так у нас до 500 человек, которые служат сейчас там. Город небольшой. Мы все друг друга знаем. Там через второе-третье рукопожатие. Есть родственники, есть друзья, с которыми мы созваниваемся и с которыми мы общаемся. Поэтому связь у нас постоянная. Все 24 часа в сутки. Сбор средств добровольный. Каждый отозвался по мере возможностей. Мы сегодня с вами здесь. Ходим по мирным улицам. Смотрим на мирное небо над головой. Но есть наши земляки и наши солдаты там. Их сегодня рядом с нами нет. Они там для того, чтобы вы сегодня были в этом зале. Для того, чтобы вы смотрели такие красивые песни и танцы. И для того, чтобы мы с вами жили и сохранили свою культуру. На первых благотворительных выступлениях собрали почти 200 тысяч рублей. На вырученные средства закупили дополнительное обмундирование. Теперь военным отвезут генераторы-спальники. Машины с гуманитаркой отправят в ближайшие дни. Елена Чурилова, Дмитрий Жиликов. Такой день на Мире Белогория.